Ливанец Мустафа Катейх унаследовал эту турецкую баню от своих предков. Построена она в 16 веке в городе Сидон. Владелец потратил уже 40 тысяч долларов на её ремонт и считает это хорошей инвестицией. Работающих старинных турецких бань в Ливане осталось немного. И они привлекают много клиентов, особенно молодых. «Молодое поколение хочет знать, как их родители мылись в банях». Турецкие бани также называют хамамами. Посещение хамама – целый ритуал. Сначала люди сидят или лежат на тёплых каменных плитах, ждут, пока расслабятся мышцы и разогреется тело. Потом можно мыться и делать массаж. «Приходят клиенты всех возрастов, большинство – молодёжь. Это компании мужчин. Они сидят на плитках, проводят тут какое-то время, а потом выходят наружу». После мытья можно посидеть в более прохладном помещении, поесть, попить и пообщаться. Иногда гости проводят так весь день. «Турецкие бани в Ливане уже можно пересчитать по пальцам. Раньше было много, а теперь стало меньше. Поэтому приятно, что до сих пор можно следовать традициям и ходить в баню». «В Седоне есть старинный рынок. Мы должны сохранить его, нельзя его сносить. Также нельзя думать о турецких банях, как о пережитке, от которого надо избавиться. Нужно сохранять всё старинное и создавать что-то новое, похожее на наше старое». Хамамы посещают и женщины. Температура там не такая высокая, как в русских банях или саунах, поэтому переносится легче. Вскоре Мустафа откроет в Седоне ещё одну старинную турецкую баню, которую сейчас реставрируют.